Здравствуйте! На стадионе «Динамо» сегодня московский «Локомотив» принимает своего первого соперника в группе «А» Лиги чемпионов, бельгийский «Андерлех» из Голлога Брюсселя. Канал НТВ приглашает вас на стадион «Динамо». Команда уже в центре поля, вывел их туда арбитр сегодняшнего матча Владимир Гринок из Словакии. Ему 37 лет, футбол не играл никогда, с 18 лет судит матчи. Ну и, наверное, в пору было бы переходить к составам команд, но минута молчания объявлена до матча. После первого удара по мячу она будет, естественно, повод вам известен. И поэтому, может быть, я и прервусь в представлении составов играющих сегодня команд. Я это ваш комментатор на канале НТВ Юрий Розенов. Итак, московский «Локомотив». В воротах Руслан Нигматуллин. Сергей Игнашевич, пятый номер, шестой Игорь Чугайнов, семнадцатый Дмитрий Есенников, третий Юрий Дроздов. Вот эта группа обороны кто-то, либо Игнашевич, либо Дроздов, будет играть опорного полузащитника. Позже разберемся, кто именно. Два игрока «Бровки». Джейкоб Лекхета, четвертый номер и восемнадцатый Милан Абрадович. Два полузащитника созидательного плана. Марат Измайлов, номер седьмой, восьмой Владимир Маминов. И два нападающих. Максим Бузникин, одиннадцатый номер и двадцать пятый Руслан Пименов. Главный тренер железнодорожников Юрий Павлович Семин. До сегодняшнего дня под вопросом было участие или не участие Джеймса Абиоры, который за последнее время стал считаться главной ударной силой «Локомотива». Но воспалился нерв задней поверхности бедра, о чем сказал врач команды Александр Ердашвили в газете «Спорт Экспресс» накануне. И быстро бегать Абиоры не может, а медленно бегать сегодня себе дороже. Андерлекс Брюссель. Вот состав команды на ваших экранах. Ну, это такая проекция графическая. А поименно, поименно, если говорить о каждом хотя бы по чуть-чуть, то, наверное, недоумение вызовет у многих телезрителей состав команды. Потому что очень многих игроков с прошлого года Андерлехт не досчитывается. Итак, кто играет сегодня? Филипп де Вильде, опытнейший в воротах. Первый номер в обороне. Второй Александр Ильич. Пятый Глен де Бук. Четырнадцатый Марк Хендрикс. Шестнадцатый Бертран Крассон. В полузащите. Двадцать первый Эммануэль Пирар. Хотя я лично думаю, что он будет помогать обороне в очень большом процентном, так сказать, отношении. Четвертый номер Ивс Вандерхаге. Игрок сборной Бельгии. И пятнадцатый Бестник Хаси. И три номинальных нападающих. Скорее всего, Аруна Дендоне или просто Аруна, игрок из Кот Дивуара, 20-летний, будет действовать под нападающими. А пара нападающих выглядит так. Девятнадцатый номер Ивица Морнар. Хорватский форвард, еще в прошлом году защищавший цвета бельгийского клуба Стандарт. И двадцатый опытнейший, хорошо нам известный, Жиль де Бильде. Эме Антуинис, главный тренер Андерлехта, группа А начинает раньше всех. Как и положено по всем азбучным законам. Минута молчания. Минута молчания. Минута молчания. Первый удар пометил футболистов Локомотива. Максим Бузникин его произвел. И сразу длинный пас в направлении выдвинута вперед. Того же Бузникин, уже покрывшего метров 30, и Руслана Пименова.